Раз, два, три! Всем здравствуйте! Добро пожаловать на канал 2 Юлия Петрова! Очень рада видеть вас на своем канале на YouTube! Я очень рада, если вы у меня здесь снова в очередной раз получите для себя пользу! Если вы у меня впервые, я надеюсь, что на моем канале вы сможете улучшить качество своей жизни, мои дорогие! Давайте пока я зажгу свечу маленькое объявление. Я очень мало об этом говорю. 15 июля у нас остается всего лишь до конца записи 11 дней, друзья мои. Поэтому у нас 15 июля состоится ритуал. Он закрытый, он откупной. Это означает, что он создан на основе откупа. Это означает, что я буду за вас откупаться после ритуала. Ритуал направлен на тех, кто хочет улучшить качество личной жизни, найти своего партнера. Мы не делаем никакие вызовы. Мы просим высшие силы дать вам то, что вам нужно для того, чтобы вы были счастливы. Того человека, который вам необходим для ваших желаний, потребностей и тому подобное. Поэтому мы с вами встречаемся 15 июля. Группы очень полные. Я думаю, что еще немножечко я наберу людей и буду закрывать запись. Потому что может даже так быть, что запись закроется чуть-чуть раньше, чем 14 июля. Потому что очень-очень-очень вас много, мои дорогие. Но я еще даю объявление, потому что я понимаю, насколько это важный ритуал для очень многих женщин. Поэтому я понимаю, что очень многие из вас наверняка захотят туда записаться и попасть. Из России оплата возможна только за ритуал в данный момент времени, потому что это так. Пока что ни на донаты, ни на расклады, ни на чистки из России записаться невозможно. К сожалению, мы посмотрим, будет ли это возможно в перспективе. Может быть, к августу месяцу. Это будет видно чуть-чуть дальше. У меня сегодня для вас расклад. Касательно вашего мужчины. Мужчины, на которого вы смотрите. Ваш не ваш, девочки. Которого загадали, такого и смотрим. Работаем с тем, что есть, называется. Я хочу посмотреть на его мысли сегодня. Я никак не могу просто от вот этой колоды отойти. Это одна из моих самых любимых колод. Поэтому мы ее обновили на канале. Кто у меня на втором, второй Юлия Петрова прямые эфиры есть. Здесь, девчонки, прислали донаты. Спасибо вам огромное за то, что вы участвуете в жизни канала. Делаете очень много, кстати, для канала. Соответственно, канал вам дает очень многое тоже взамен. Очень приятная осознанность ваша и благодарность. И мы обновили колоду. Вы уже видели, конечно, такую колоду у меня. Но это абсолютно новая колода. Потому что та другая, мы с ней пообнимались и отправили ее на пенсию, девочки. К сожалению, у всего есть срок годности. Ничто не вечно под луной, как писал Шекспир. Сигнификация отношений ваших с мужчиной, которого вы привели на расклад. Его мысли смотрим сегодня. Прям вот сегодня. Кто у меня сегодня на раскладе? Какая пара? Пара такова, что это манипулятор и Золушка. Час от часу не легче. Я думаю, достаточно сложные у вас на самом деле отношения. Человек, на которого мы сегодня смотрим, не разогнался, девочки. К сожалению, не спешит действовать. И работать над отношениями. Это человек, который вроде хочет. Но и тут же он на расстоянии вытянутой руки. То есть, как бы, вот примерно вот так. То есть, мы понимаем, что здесь мужчина, который очень хочет много энергии скушать. Ну, в общем, короче, не мужик, а блок питания. Прям вообще какой-то. Только через него питание идет только ему. Какого-то нету обмена здесь для вас. То есть, вы здесь не получаете ничего. Я думаю, что отношения с треугольником, связанные снова-таки, в котором вы себя чувствуете достаточно человеком очень обиженным, скажем так. И очень человеком может даже немножко, ну, скажем, отстраненным, наверное, да. То есть, никак у вас не получается то счастье, та любовь, те отношения, которые вы хотите. И здесь отношения такие немножко рыба облет. Потому что очень много стараний, очень много тепла человеку. А человек, как бы, так, типа, ну, ладно, я подумаю, посмотрим. Очень много манипуляций в вашу сторону, очень много действий, которые связаны с недостатком разговоров, встреч, общения. Очень мало энергии между вами, да. Очень мало каких-то, скажем, как бы вам сказать правильно, это мало взаимодействия, реально физического взаимодействия, его крайне-крайне мало здесь между вами. Похоже на ситуацию разбитого сердца. Либо человек разочаровал, либо реально оставил, бросил, ушел в свои горизонты, жить своей жизнью, жить своими какими-то заботами и, скажем так, делами. То есть, у него свои приоритеты, у вас свои. То есть, он как бы поставил вот такую линию, забор такой, за которой, собственно, зайти будет очень крайне трудно. Мои дорогие, оракул у нас сегодня будет новый, новейший оракул, да, один из тех, которые мы приобрели с девчонками, да, на канале Тару Юлия Петрова Прямые Эфиры. Сегодня мы воспользуемся, он называется Секретный Сад. Красивая такая упаковка очень. И поехали. Вот такая рубашечка, кстати, смотрите, какая прелесть. Рубашка просто супер, правда? Еще сигнификация на оракуле ваших отношений. Мне кажется, вы бессильны здесь, в этих отношениях. То есть, в плане мужчины данного, вы ничего не можете уже поменять. И понимая это, вы приходите к заботе о себе, вы приходите к тому, что надо думать в первую очередь не про него, не про его хотелки, а про свои хотелки, потребности, дела, нужды и тому подобное. Потому что никто, как вы, здесь не позаботится о вас, да. То есть, это какая-то сигнификация сейчас в данный момент. Его сигнификация это карта того, что человек как-то отпустил себя. То есть, отпустил все на самотек. Да, то есть, как бы, а давайте посмотрим, как будет. То есть, он говорит, а вот просто вот так вот, да. Свободные, так сказать, крылья и в путь дорогу. Обычно, если мужчина так делает, это ни к чему хорошему не приводит. Потому что в руках мужчины, в принципе, очень много чего. То есть, зря он, конечно, так это делает. Я думаю, зря. Хорошо, поехали смотреть с вами более подробно его мысли о вас сегодня. Поехали. Что он о вас думал сегодня? Какие мысли его посещали? На самом деле, человек пытается, убегая, догонять вас. Здесь же интересная позиция. Здесь, как бы, знаете, это как те лысые мужчины, которые, знаете, профессора. Фессора какие-нибудь. Это когда уже здесь точно лысина, ну, как бы, все знают, собственно. Но мы, как бы, типа, вот отсюда навернем здесь. Навернем вот этот вот, понимаете, каскад прошлого и прелести, и роскоши. И покажемся себе впереди красивым, а сзади все равно можно вот так вот пощелкать, понимаете? Вот так вот. Девочки, я не знаю, почему такой пример. Но у меня, я вижу информацию образами. Здесь просто, знаете, называется... Он вечно из себя что-то строил, но материалы были уже не те. То есть, ну, опять-таки, любимки мои, ни в коем случае, да, мы улыбаемся, смеемся, есть юмор. Ни в коем случае мы на моем канале, потому что мужчины приходят, обижаются потом. Мы не говорим про нормальных, как бы, мужчин идеальных, классных, крутых, которые шикарные. Мы посмотрели сигнификацию, там, как бы, все сложно. Это, знаете, это такие мужчины, без которых, как бы, типа, цирк, ну, как бы, не гастролируют дальше. То есть, если он есть, то, как бы, не надо идти и покупать билеты, все есть, как бы, за свой счет. Вот, поэтому я хочу вам сказать, что здесь мужчина по дьяволу идет. Вот, как бы, большая привязка к вам, огромная. Вот, привязка по дьяволу, это привязка, связанная с сексуальной энергией, которой мужчине очень сильно не хватает. Вопрос, внимание, если у вас треугольник, почему ему не хватает этой сексуальной энергии? Собственно, а куда она делась? Вот, поэтому здесь он король мечей, по звезде. Он понимает, что где-то это недоступно сейчас, возможно, да? Возможно, для того, чтобы это получить, надо очень много вложить. Надо очень много сделать. Очень много и сильно постараться. Я думаю, что справедливость здесь идет. И справедливости ради. Рядом страшный суд, который говорит, что вы проходите в отношениях трансформацию. Мужчина понимает, что вы взвешиваете каждое его слово, каждый его поступок. Вы смотрите абсолютно на все. И если вчера можно было сфилонить, скинуть на какую-то ерунду и побыть пажиком здесь, как будто он пошутил, вы не так поняли. Это все вам показалось, девочки, если у вас были такие фразы в отношениях. И это вечная, бесконечная нервотрепка на самом деле. Которая как бы типа... А виноваты только вы. То есть только вам кажется, что все плохо на самом деле. Или вы реально здесь начинали в какое-то время раньше думать, блин, может я реально ошибку сделала? Но нет. Королева мечей сегодня понимает, что единственный человек, который делает ошибки, это тот, кто... Знаете, как в школе учат не зря детей писать в черновик, а потом в чистовик. Чтобы переписать красиво и уже четко и симпатично, чтобы было. Нет. Наш красавчик в чистовик левой ногой, вот так вот, как курица, понимаете. Чик-чик-чик, по чуть-чуть, двоечник. В отношениях это двоечник. И он это прекрасно понимает, девочки. Это его мысли о вас сегодня. Вы очень резки. Вы можете быть очень достаточно, может быть где-то в какой-то мере даже грубы. И он прекрасно понимает, почему. Потому что есть на то причины. Оракул, его мысли сегодня о вас. Неуловимая женщина. Женщина, которая светится изнутри. Женщина, которая блестит, сияет. Светится кожа в прямом смысле слова. Украшения тоже блестят. Глаза блестят. Радости много. Вы какая-то очень легкая. Вы воздушная. Вы здесь и вы не здесь. Вы в комнате, но вы летите куда-то. То есть вы куда-то ездите в отпуска, занимаетесь какими-то, я не знаю, редкими хобби. Вы, может быть, рукодельничаете. Может быть, у вас классные таланты. Вам восхищаются люди. То есть вы не одна вот в каких-то вот своих энергиях. Он понимает, что где-то он пролетает вот так слегонца немножечко. Самую малость. И вы успешны. И это его мысли. Он понимает, что у вас получается. То есть как бы вы здесь королева мечей. Вот такая уверенная, холодная, может быть, где-то очень конкретная женщина. Потому что у вас получается. Потому что вы такая, боже, нету действий. Удивил. То есть для вас это уже не новинка какая-то, да? Нету тех поступков, которые должны быть от мужчины. Господи. Но и ничего. И не такое, да, видали. То есть вы как-то... А вы не бьетесь за вот это вот непонятное счастье, знаете? Вот нету такого. Так, еще его мысли о вас интересны. Звезда, да? То есть вы такая вот недоступная вся женщина. Верховная жрица. Туз кубков. Королева кубков. Десятка мечей. А, боже, так и хочется сказать, что вы тут это... Знаете, есть вот эти вот колбаски испанские, итальянские. Фуэт. Нарезайте ему там эти колбаски. По полной программе. Он тут волнуется. Что очень много как-то приходится ему с вами здесь менять в жизни. Ну, давайте начинать с верховной жрицы. По тузу кубков. Королеве кубков. Боже, девочки, какие прекрасные карты. Карты такие, что мы с вами наблюдаем мужчину, который действительно любит. Это его мысли. Он понимает и осознает четко и конкретно. Что в этой любви нет логического, нормального происхождения событий, течения событий. Да, таких событий, которые нужны для того, чтобы получить эту любовь. То, что ее испытывать, да, знаете, и сидеть как бы как птичка в клетке в золотой, это тоже трудно. Почему-то мужчина идет мне здесь, как мужчина в золотой клетке. Эти карты говорят о том, что есть к вам огромное притяжение, огромная вот тайна, которую он скрывает. Да, это какие-то вот настолько глубокие чувства, которые его просто ему до тошноты плохо. Ему плохо. Он понимает, что вместо того, чтобы дать вам шанс, он этот шанс не берет. Он просто видит вот на блюде, вот понимаете. Шикарная такая вот, знаете, такой поднос. И там такая вот открываешь, знаете, как раньше были антикварные такие, я не знаю, видели вы или нет. Антикварные корницы вот так вот, чпонька ее так, да, и она так открывается. И там икра такая охлажденная, понимаете. И тут вот все ему такое приносят, там такая, а он сидит, понимаете, как стерлядь завороженная на парах шампанского. И теми глазками его так вот, понимаете, хлопает. То есть нету где, собственно. То есть мысли такие, что я прохлопал завороженный, как стерлядь, понимаете, в этой жизни. Прохлопал себе все свое счастье, все свои девятки пентаклей, все свои перспективы на семью, на отличные отношения. Потому что у вас в какой-то момент все-таки он был близок, девочки. Это же не то, что мы смотрим на какого-то вообще там. Прошел там типа под окном один раз, это, где-то камушек в окошко кинул. О боже, влюбились мы. Да нет, конечно, здесь мужчина дал повод, женщине дал какую-то, ну скажем так, заманил свои сеточки. А потом такой типа, а я делать ничего не буду. Ну вот и маринуйся теперь в своем собственном соку. Понимаете? Потому что мы еще по сигнификации тут поняли, что в сексуальной жизни там не айс, не яркая жизнь. Ну, конечно, он тут хочет быть в треугольнике. Желание он понимает по мыслям, что из треугольника девочки расклады реальные, он выходить не хочет. Ему очень комфортно так, как он живет сейчас. Ему не надо ничего менять. Это не ему утром просыпаться одному бедненькому несчастненькому. Это не ему ездить за продуктами в магазин. Это не ему устраивать вот эти вот всякие, я не знаю, покупки в дом. Он ничего не знает этого. Он не в курсе, понимаете? Он привык жить вот так. Понимаете? Ребята, я не в курсе, да? Это наш мужчина сегодня. Обалдеть. Хорошо. Что нам наш красивый, прекрасный оракул скажет? Еще какие его мысли здесь. Он о вас очень высокого мнения. Очень. Здесь такое количество сожалений. Потому что вы настолько хороши. Но насколько ваши отношения уже подошли к... Ну, извините, вот прям другое слово в голову не клеится. К дуристике вот этой. Знаете? Когда все было класс, бери только вот как бы и делай. Но он сидел там, что-то мерил, мерил, мерил. А вы взяли и отрезали. Понимаете? Семь раз, пока он там померяет себе. Вы взяли и отрезали. И у вас веры не оказалось больше. И он понимает, что этого больше нет. Поэтому на сегодня его мысли о вас. Это разделить с вами все-таки хоть какое-то еще. Хоть хиленькое, но будущее. Хоть какое-нибудь. Хоть просто написать смс-ку. Хоть просто на фотку на вашу посмотреть. Хоть за булочку где-то укусить. Ну, хоть как-нибудь, девочки. Хоть как-то. Самые болезненные мысли о вас за последнее время у этого мужчины. Ну, за неделечку, например. Самые болезненные его мысли о вас за последнюю неделю. Ну, это осознание того, что он любит. При этом он реально у вас, скорее всего, не свободен. Он понимает, что надо... Если он у вас, мужчина, женатый, надо разводиться. Если вы смотрите на мужа, он понимает, что он уже наломал столько дров здесь. Здесь уже просто некуда. Здесь уже либо развод происходит, либо произошел, и он опоздал. То есть, если вы жена смотрите на этот расклад, я сейчас все поясню. Здесь мужчина, который больше сделать ничего не может. У него тузы, понимаете, в колоде закончились. Все. Все. На все фишки в казино он уже сыграл. И здесь не может быть другого формата. Не может. Просто вообще никакого другого варианта здесь быть не может. Здесь только десятка пентаклей. Только вперед. Уже нету возможности возврата назад. И вроде как десятка пентаклей классная карта, но не с этими картами, что у меня на столе. Нет. Нет. И он хотел бы, наверное, где-то еще раз попытать свое счастье. Но вряд ли у него это получится. Потому что, если он ваш муж, где-то вы уже поняли, что он где-то имеет отношение с кем-то, а вы ему сказали, чеши ногу об дорогу, досвидос. Как бы тебя больше никто никуда не зовет. Ты уже не инклудед. Тебя, ты не в этом, в кругу доверия больше. До свидания, собственно. Поэтому королева мечей. Поэтому самостоятельная. Поэтому такая упорная женщина, такая достигаторша по жизни. Он не верил, что вы справитесь. Он не знал, что вы можете так. Что вы можете встать из просто вообще разбитой хрупкой женщины, девочки, полностью которую жизнь и он как-то, может быть, здесь отманипулировал, отгладил вас так, просто как вообще, как носки, понимаете? Где вы уже просто вот такая, понимаете? Никакого вкуса в жизни нет. Это если вы жена. Если вы любовница, девочки. Его главная проблема, это его брак, это его обязанности. И для того, чтобы быть с вами, ему надо слишком, он слишком шикарно из-за себя чувствует. Я вам честно скажу. По тузу мечей, четверка мечей, он не будет разводиться. Вот у кого есть желание, чтобы мужчина разводился, нет, девочки. Я не буду вам тут рассказывать вот эти, знаете, послезавтра подаст на развод. Я не вижу сегодня, не сейчас, во всяком случае. Если вы не любовница и не жена, хотя пишут девочки, я не любовница и не жена, но у него есть другая женщина. Нахер вы терпите это? Если он даже не женатый, то как бы, а вы еще не в отношениях каких-то серьезных, а вы уже терпите это. Зачем, девочки? Что это за вот это вот... Мы как бы вроде как с вами не смотрим на тех, кто должен заводить себе гаремы женские. Но если у него есть другая женщина, заведите себе дополнительного мужика, чтобы вы паритесь. Тут мысли очень, девчонки. Тут просто, я думаю, скорее всего здесь женатые мужчины. Очень многие. Все-таки по раскладу. Вы цветете, получаете удовольствие. Я спросила, внимание, его самые болезненные мысли. Ему больно, что вы цветете без него. Не потому, что вам классно, а он прям с ума сходит от того, что вам хорошо. Нет, просто здесь как будто перемены, понимаете, у вас в жизни. Вы изменились, вы больше не та простушка вот такая, знаете, которая типа, знаете, волосы назад. Вы вся бежите, такая вспотевшая прям женщина. Так несется к нему, не вижу, не вижу. Вот он потерял это. Если это было, он потерял это. Если это не конец еще вашему вот этому терпению, то он близок. Вот так, мои дорогие. Вот такой у нас был прекрасный расклад по информации. Просто масса. Мужчина с вами разговаривает через мысли. Я пытаюсь передавать все, что он думает. Я не фильтрую тут, чтобы вам понравилось или не понравилось. Я делаю расклады так, чтобы вам было понятно, что он там себе в голове имеет. На сегодняшний день у меня для вас все. С вами была Юлия Петрова. Поддержите канал комментарием и лайком. Подпишитесь, пожалуйста. И мы увидимся с вами в следующем видео. И 15 июля. Первый комментарий, закрепленный. Имейл. Пишите на имейл. Высылаю цену. Условия. Записываемся. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok